Я выполняла задачи своего воплощения, которые состояли в том, чтобы помогать Земле, чтобы помогать своему мужу основать другую цивилизацию, другую планету Плеядов. Тоже там была правительницей этой колонии. Более того, я много путешествовала по Плеядам и устанавливала контакты с местными планетами. Все это явилось началом создания Галактической Федерации Светлых. И это объединение разумных рас, а также помощь землянам. Как куратора я помогала им, рассказывала им о законах жизни, о том, как правильно ухаживать за своими детьми. То есть она говорит, я вообще была как по специальности, как врач и биолог одновременно. И изучала землян, и давала им медицинские советы, чтобы они могли использовать эти советы в тех условиях дикой природы, в которых тогда жило большинство землян. Субтитры создавал DimaTorzok Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы снова в эфире, и у нас очень интересный гость, известная женщина, инопланетянка, которая известна в нашей истории, в наших мифах, как жена Зевса, Гера. И сегодня её дух у нас в гостях. Ирочка, расскажи, пожалуйста. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Ирина Подзорова, я являюсь контактёром с внеземными цивилизациями. И сегодня у нас очень интересная конференция с представительницей внеземной цивилизации, но с той, которая была ею в прошлой жизни, так скажем, в прошлом воплощении. И она действительно известна в нашей земной мифологии, в греческой под именем Гера, а в римской под именем Юнона. Это уже, конечно, образ изменённый и соответствующим образом обработанный мифологическим сознанием древних людей. Но её прообраз, её прототип действительно существовал, и это была женщина с планеты Абурхат или с планеты Пекрам. Соответственно, это была жительница другой планеты в то время. А сейчас, в настоящий момент, она воплощена на Земле, и мы лично с ней знакомы, и сейчас она тоже воплощена в женщину. И её воплощённая часть дала разрешение душам, то есть этот человек дал разрешение на то, чтобы поговорили с её Высшим Я, а точнее с фантомом, который содержит в себе память воплощения в эту инопланетную женщину. Спасибо большое. Скажи, пожалуйста, как к тебе можно обращаться? Когда я… Она говорит, я всех приветствую. Когда я была на планете Земля, мои контактёры и контактёры моего мужа Сефестиса называли меня, а я тоже была с ними знакома, называли меня Агурниас. Что касается моего имени на Бурхаде, моё имя было… Как-то… Пилагра… Пилагра… Да, Пилагра… 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 Пило… Пила-агра… То есть вот такое вот имя, которое переводится «морская вода». Но чтобы не было путаницы, можно обращаться ко мне просто по мифологическому образу, то есть как Гера. Спасибо большое. Очень красивое имя Пилагра. Скажи, пожалуйста, с какого духовного уровня ты воплотилась в тело Геры или в тело Пилаграа? С 14-го. С 14-го. А на какой уровень вышла? На 21-й. На 21-й. Она мне рассказывает 7 уровней вверх. Вот как бы прошло. А сколько лет прожила ты в этом воплощении? В земных лет я прожила 7458. Да, почтенный возраст. Расскажи нам, пожалуйста, благодаря каким достигнутым целям в этом воплощении ты достигла такого высокого уровня? Каким достигнутым целям в этом воплощении я достигла уровня? Я выполняла задачи своего воплощения, которые состояли в том, чтобы помогать Земле и чтобы помогать своему мужу основать другую цивилизацию, другую планету Плеядов. Я тоже там была с ним. И, соответственно, тоже там была определённая, как она сейчас показывала, с правительницей этой колонии, когда она ещё была колонией. Более того, я много путешествовала по Плеядам и устанавливала контакты с местными планетами. И всё это явилось началом создания Галактической Федерации Света. Но тогда ещё её не было в том составе, в котором сейчас он существует. Но вот эти переговоры я уже тогда вела. И это объединение разумных рас, а также помощь землянам. То есть как куратор я помогала им, рассказывала им о законах жизни, рассказывала им, например, о том, как правильно... Он сейчас показывает, как ухаживать за своими детьми. То есть она говорит, я вообще была как по специальности, как врач-биолог такой. Ну, как вот врач и биолог одновременно. И изучала землян, и давала им медицинские советы. И советы по траволечению, то есть вот как бы... Чтобы они могли использовать эти советы в тех условиях дикой природы, в которых тогда жило большинство землян. Да, это очень соответствует природными стихиями. Я им рассказывала методы целительства, природными стихиями, и даже связи с земными и плазмоидными цивилизациями, там различные, как вы это называете. Вы сейчас называете это заговорами. А раньше... А на Брухабе это называется... Сейчас я ищу в памяти контактёра... Аффирмации. Аффирмации. Да, то есть такие утверждения, которые могут менять ментальные установки души человека, а значит, настройки его нейролингвинистической системы, а соответственно и здоровье, и тонус организма. Да, этот образ очень точно соответствует описанию тебя как божества на нашей планете твоим основным занятием. Уточни для нас, пожалуйста, в каких годах по нашему летоисчислению вы с мужем пребывали на нашей планете? Мы прилетели впервые на планету Земля через 1200... А через 1250 лет после окончания войны с Суббитом. Но мы сначала посетили Землю, побыли на ней, как мы сейчас показываем, почти три года. Потом мы улетели как раз на Плеяды, и там мы путешествовали около пяти лет земных, с планеты на планету, мы сейчас показываем. Но при этом я продолжала астрально общаться со своими контактёрами, и мой муж тоже продолжал общаться, а также в то время у нас уже были трое детей, которые, двое из них были ещё на Бурхаде, а один он летал с нами, хотя он был ещё подростком. Да, насколько мы знаем, что некоторые из твоих детей нам тоже известны, они тоже вошли в нашу мифологию. Расскажи о них, пожалуйста. А что рассказать? Ну, есть, например, такое божество в нашей мифологии, как Афина, и она считается ребёнком Зевса и Геры. Вообще у меня и у Сефестиса было 17 детей во всю нашу жизнь, 10 сыновей и 7 дочерей. Некоторые из них родились, когда мы были на земле, то есть она мне сейчас показывает, а некоторые, когда мы были уже на футесе, а некоторые вообще, когда мы путешествовали, то есть я, например, когда путешествовала в Плеядах с моим мужем, я там уже, ну, как бы носила ребёнка, она мне сейчас показывает. И даже там был такой случай, что один из моих сыновей родился на корабле в космосе. Да, очень благоустроенные корабли, мы знаем об этом. На них можно даже жить. Да. Но не все дети стали заниматься конкретно космическими исследованиями и Землёй в частности. некоторые заняли свои, заняли другие ниши в нашем обществе. То есть она мне сейчас показывает их, и, ну, вот такое, как семейное древо, и показывает. Это я хочу сказать, что я действительно поддерживала свою связь с душами детей ещё долгое время после развоплощения, и даже знаю, что некоторые из них сейчас тоже воплощены на Земле. Очень интересно. Скажи, пожалуйста, Афина является, образ Афины — это образ действительно, прототип твоей дочери? Да. Только имя её было как-то пиано. Пиано. То есть это вот как, я сейчас говорю, набурх... Ну-ка, даже не пиано, пиано. Пиано. Тут как в набурхатском, это вот как белое облако. Это так называется. Один из видов... Ну, не само облако так называется, а один из видов облаков. Очень красивый образ. Расскажи, пожалуйста, были ли у тебя значимые, другие значимые воплощения? Значимые лично для меня? Для тебя, или, может быть, даже известные для нас, нашей цивилизации? Я была воплощена... я была воплощена на земле в одного из первых людей, в мужчину. Она мне сейчас показывает мужчину. Потом я ещё была воплощена на земле во времена, когда был здесь единый материк. Я воплощалась ещё три раза в это время с небольшим промежутком. Она мне сейчас показывает. И вот как в одной и той же местности, и даже в одном как племени, что ли, такой, как родовой эгрегор, она там воплощалась. Это было на территории, ну, можно сказать, да, которую сейчас занимает современный Израиль. Израиль, Сирия, вот эта вот территория там воплощалась. Там было племя людей, тогда они были все более одинаковыми, однородными, не было современных рас. Соответственно, я там занимала... Два раза я воплощала женщины, один раз мужчины, но все эти воплощения были связаны с науками, ну, вот как с изучением. А также я воплощалась уже после выхода из воплощения, которое у меня произошло... Да, мой выход из воплощения произошёл... в районе... как раз, да, хорошо, при жизни, как царя Давида, а это было где-то три тысячи лет назад ваших. Соответственно, мое следующее воплощение было... на территории Израиля, и я была дочерью, может быть, вы знаете, такой персонажик библейского, как Лазарь. звали меня Анну. Ну, правда, когда я родилась, моему папе было уже около 50 лет, и, соответственно, когда он... да, когда он вышел из воплощения, мне было... 16 лет. Он мне сейчас показывает. Но, тем не менее, я хорошо знаю его друзей, его там апостолов, которые приходили, и, соответственно, общалась с ним. не слышу ничего. Эта Личность в Библии известна как воскресённый человек. Это было при твоей жизни эта история? Да, но я была маленькая. Она мне сейчас показывает, как ей годы три. То есть, на самом деле, ты видела Иисуса в таком маленьком возрасте? Ну да, я его видела, я его даже... Вот она меня сейчас показывает, помнила, но так это вот как обычного человека больше, который как приходил, общался. Спасибо большое. Очень интересные и действительно для нас известные воплощения, которые... После этого воплощения я воплощения я воплотилась... Он меня сейчас показывает, как плавмой для цивилизации и Солнца. И, собственно, после этого я воплотилась уже в настоящем воплощении. Очень разнообразный опыт у твоего Духа. Спасибо тебе большое. Нам очень интересно узнать, как ты выглядела в этом воплощении. Действительно ли ты похожа на те скульптуры, образы, которые художники тебя передавали? У меня... Да, мой рост был 2 метра 30 сантиметров. У меня была белая кожа, большие, как бы, такие, как... Ну, как бы не белые, а такие, как желтоватые волосы, длинные, большие глаза, такие, как светло-голубые. И... Так она у меня показывает, достаточно такая спортивная фигура, длинные ноги и такие, как тонкие руки и пальцы. Ну, можно сказать, что ты полностью соответствуешь этим прекрасным образом, в которых передают твой внешний вид наши скульпторы, наши художники. Да, она говорит, я ещё хотела, чтобы в эти мраморные статуи поставили бы глаза и сапфиры, и они бы отражали бы... Ну, очень понятные пожелания. Может быть, они действительно были в твоих скульптурах? Ты видела свои скульптуры при жизни? В то время, когда я жила, на Земле их не делали. Это было уже позже. Это было уже при появлении Эллинов, греков. Мы были на этой территории ещё до оформления как Греции как какого-то государства. То есть, это было до ещё Греции. Спасибо. Скажи, пожалуйста, а кто были твоими родителями? Потому что у нас, естественно, есть легенды о том, что это были Титан Ронос и Титанаида Рэй. Но у тебя наверняка есть реальная история. И родители Бурхада звали их, отца звали Паркус Руут, Паркус Руут, а маму звали Нимпин Нимпин Кру А, Каруси Нимпин Каруси Харуси Нимпин пожалуйста, они оказали какое-то влияние на выбор твоей профессии, твоего жизненного пути, твоей любви к нашей планете? Сами они были сотрудниками научного, они оба были сотрудниками научного астрономического центра на Бурхаде, который совместно с планетой, с учёными планеты Туми Соут исследовал 15 секторов галактики Млечный Путь. В то время экспедиции в галактики, в неизведанные области галактики случались не так часто. И большое значение имели астрономы, которые изучали звёзды по излучению. То есть звёзд галактики очень много, больше 300 миллиардов. и сам понимаешь, посылать каждую экспедицию. Поэтому сначала выбирали астрономы что-то интересное, сообщали уже правительству Бурхада, ну и впоследствии Межзвёздного Союза, и потом уже правительство решало, на какую планету, на какую звезду в поиски планет с разумной жизнью или просто с любой жизнью на поиски отправлялись корабли. Соответственно, конечно же, данные получались из контактов с плазмоидами цивилизаций, но всё дело в том, что плазмоиды цивилизаций существуют везде, на любой планете, на любой звезде. А нас интересовала именно органическая жизнь в третьей плотности. Мы изучали, ну то есть не нас, а вот как моих родителей в первую очередь, а потом уже и меня, я сама этим начала заниматься. Соответственно, мы познакомились, когда ещё учились, ну как в общей школе. Да, это был бы мой следующий вопрос, конечно, очень интересно. как вы познакомились, как вы нашли друг друга и полюбили друг друга? Мы познакомились с ним ещё в школе, потому что наш и его родители жили в одном городе. И, кстати, из-за нашего знакомства наши и его родители начали как дружить, встречаться. Потом мы, как бы, у нас есть тоже такие перерывы в обучении, которые вы называете каникулы, такие как отпуск, школьный отпуск. Мы использовали эти каникулы для того, чтобы вместе отдыхать, например, на берегу моря. Мы очень любили кататься, но мы сейчас показывают какие-то такие как лодочки, типа доска, она такая как доска, и она тоже такой как парус, типа из фольги, что ли, и она так ветром передвигается. А мы сейчас пока у нас тоже есть похожие средства передвижения, ларусники. Да, это у нас как бы даже больше не для передвижения, а вот как для отдыха. Для отдыха на воде. Потому что такие именно корабли для передвижения у нас по океану уже тогда не плавали, все по воздуху передвигались. Ну вот для отдыха, для того, чтобы насладиться водной стихией, ну вот придумывали вот такие вот передвигающиеся по ветру судна. И мы с ним уже тогда строили планы о совместной жизни, планы, да, о нашей совместной семейной жизни. Мы не только признавались друг другу в любви, но мы уже думали о том, какой профессии мы будем, где мы будем жить, что мы будем делать в своей жизни, то есть мы как обсуждали с ним. Сейчас пока. Ты знаешь, я подумала сейчас о том, что это очень хороший пример того, как люди, которые находятся постоянно на связи со своим Высшим Я, со своим Духом, как легко они могут найти свою вторую половинку, мы это говорим на земле, своего любимого человека. То есть не нужно найти методом пропа и ошибок, а можно сразу через свой Дух найти любимого человека. Да, действительно, конечно, когда мы встретились, и я, и он спросили у своей невоплощённой части Духа, подходит ли этот человек, ну как этот гуманоз, этот бурхадец для совместной жизни, но там выдают как результаты, как проценты, но выбор всё равно всегда, я хочу сказать, что несмотря даже на ответ Высшим Я, выбор всегда остаётся за человеком, за воплощённой частью, ведь она и пришла в это тело совершать выборы, те выборы, которые изменят её внутренние качества, которые на Земле называют вибрацией, а это не просто обучение чему-то новому или стирание из себя негативных качеств или приобретение положительных, это именно изменение внутреннего устройства духовного сердца для поднятия на уровне, да, по уровню. А поднятие, почему называется именно поднятие, потому что самый высший идеал это Небесный Отец, это Создатель Вселенной, это тот, кто дал возможность всем нам быть творцами, потому что вложил в нас свою творческую энергию и свою энергию жизни, только по его желанию и воле мы все появились, и благодаря ему мы вышли из небытия и стали существующими вечно духами. Благодарю тебя, очень красивое и глубокомысленное объяснение. Скажи, пожалуйста, какой процент совместимости вам дали ваше высшее я для совместной жизни? Ну вот, да, дело в том, что он может меняться в зависимости от изменения качества, характера, да, но вот на начало нам дали 73%, причём мне дали совместимость с ним 73%, а ему со мной 76%. Достаточно высокий уровень совместимости, и наверняка он со временем постоянно повышался. Да, ты угадала. Да, потому что когда близкие души находят друг друга и чувствуют притяжение, то они ещё больше интересуются друг другом, ещё больше ищут общие интересы и стороны. Я когда узнала, мы вообще жили с ним в мире и гармонии всегда, и меня очень удивило, когда я узнала о таких создателях, о созданных мифах, но это уже было как после выхода заплачения в духовном мире. Я узнала от своих как ангелов консультантов, которые общались с кураторами земных эгрегоров. И они мне предложили посмотреть, что обо мне говорят. И я была очень удивлена и даже немного расстроена тем, как мой образ преподнесли на земле. И я даже не верила, что это вообще меня так изобразили. Но соответствующим образом других громоверцев естественно на территории Греции не обожествляли. И у него была та жена, которую изобразили так, как какую-то истеричную, ревнивую женщину, которая готова была всех уничтожить за право обладания супругом. У нас вообще нам эти чувства не свойственны. Если бы он мне сказал о том, что полюбил другую, я бы ему только пожелала счастья и большей совместимости с этой женщиной, чем это было со мной, а также простила бы его за предательство нашей любви. То есть предательство это когда оставляешь свой прежний путь. Это у вас это слово негативное, а у нас оно обозначает перемену в сердце, которое делает невозможным продолжение того пути, который ты сам выпал. Я надеюсь, твои кураторы объяснили тебе, что такой образ связан прежде всего с уровнем осознанности и вибраций, которые присутствовали на Земле. с этим тоже, а также с поведением некоторых женщин, которые мне поклонялись и были моими жрицами. Они отождествляли себя со мной, а так как в то время, когда формировалась древняя греческая как религия, в то время я было временем борьбы между моногамным и полигамным устройством общества. И поэтому мои служительницы, они были женщины, и они часто вели себя так, как та богиня, которую они потом описывают. Да, это очень похоже на нашу цивилизацию, когда люди судят от других по себе, то есть они вкладывают в других свои собственные качества и мировоззрения и манеру поведения. Я как биолог я ещё изучала и психологию, в том числе психологию религии. Соответственно, я хочу сказать, что если человек говорит, что он верит в какого-то бога или в какую-то богиню, то по его поведению у окружающих людей складывается мнение, впечатление о качествах того бога, которому он открыто поклоняется. То есть вот если человек говорит «я христианин» и ведёт себя не по-христиански, так скажем, то люди, которые окружающие его, которые не знают этого бога, не знают Христа, его качеств, они будут считать, что он ведёт себя правильно, точно как тот бог предписал ему вести. То есть это вот как пример для других. Да, действительно такое имеет место быть. ты знаешь, есть такое предположение, что возможно то, что тебе приписывали много разных качеств и, соответственно, давали разные имена. И оттуда пошло понимание, что у Зевса было много жён или много женщин, с которыми он был. Но просто неправильно поняли. Физически действительно он был куратором. Он был куратором земных людей и женщин, и мужчин. И он участвовал в том числе в экспериментах можно сказать по улучшению по устранению генетических заболеваний разного рода и по улучшению генетических качеств определённых племён людей. То есть как уже как уже неоднократно говорили те соотношения генов, которые передали кураторы Ирине это изначально соотношение генов. Соответственно это конечно не отменяло экспериментов. И после войны с Илдетовцами эти эксперименты продолжали соответственно. Сефенский тоже был крупным учёным. Он был и он исследовал многие области науки, он был и астрофизиком соответственно, потом он получил ещё одно образование, он стал достаточно крупным генетиком, так называем биосоздателем биогенетической модели точечных изменений генетики ядер хроматиновых зерен в ядре клетки. То есть чтобы более понятно для наших зрителей объяснить эту ситуацию, он давал свой генетический материал для улучшения генетики местных племён. Не только свой, он мог брать любой генетический материал, который ему предоставлял любая цивилизация. Соответственно, это было в целях его эксперимента. Он мог и свой генетический материал использовать, и мой генетический материал использовать, а также попросить представителя какой-либо цивилизации дать свой генетический материал, там нужно было всего как несколько клеток для этих экспериментов. И причём у него была достаточно крупная лаборатория, где эти клетки, да, были эксперименты просто на уровне клеточных структур. То есть он смотрел, как развиваются клетки в каком-то как растворе с изменённой генетикой. Понятно. Но для людей того времени, естественно, это было что-то из области фантастики, и поэтому они переложили это на более понятные для себя объяснения и понятия. То есть он не плодотворял местных женщин, а просто какие-то клетки свои давал для улучшения генофонда. Естественно, в понимании местного племени, когда рождались дети похожие на пекранцев, похожие может быть на какие-то другие, инопланетные цивилизации, связывали это с тем, что золотой дождь пролился молодой женщин. Он и я вместе исследовали различные растения, животных, помогали приручать животных, помогали селекционировать растения, в том числе и с помощью генных изменений. Всё это отразилось в нашей мифологии как помощь бобов. Я не хочу сказать, что только мы этим занимались. Занимались множество представителей разных планет, и Бурхада, и Танисоута, и цивилизации Аштара, и цивилизации Лиры тогда прилетали достаточно активно, это мы сейчас показываем. Это были достаточно интересные времена по воспитанию вашей цивилизации, тем более после длительной, после даже не совсем, даже такой длительной, как тяжёлой войны, которая унесла большую часть населения Земли и стёрла те цивилизационные наработки, те цивилизации, в том виде, в котором они были до войны. И, естественно, вся галактика, можно сказать, не галактический союз, межзвёздный союз, мы это называем вся галактика, не вся галактика, соответственно, те цивилизации, которые вошли, но мы говорим образно вся галактика стала, да, мы говорили образно вся галактика, стала, естественно, вкладывать ресурсы, средства учёных и так далее в том, чтобы помочь остатку выживших землян создать новую цивилизацию. И действительно у очень многих бурхатцев, томисовцев был комплекс вины перед землянами в том, что не уберегли. Понимаю. Ты знаешь, на самом деле очень интересная и ценная информация, потому что мы думаем, что мы просто пытаемся понять, что стоит за мифами, а здесь на самом деле стоит настоящая история, как наша цивилизация развивалась, через какие испытания проходили. И мы очень благодарны тебе и твоему супругу за тот невероятный вклад, за то мужество, которое вы проявили, помогая нашей цивилизации, помогая нашей планете такое длительное время. И когда ты рассказываешь об этом, просто разворачивается вся картина тех времён и становится понятно на самом деле какую помощь, какой вклад вы внесли в развитие нашей цивилизации. Ты знаешь, у нас с твоим именем ещё связывают остров Самос, который считается твоим любимым островом. Тебе говорит что-либо это место? Да, я знаю, там есть как храм. Да, и по представлениям древних греков в этом храме был заключён ваш брак с Зевсом, который праздновали торжественно все боги. Вы были одарены роскошными подарками, но самый ценный был подарок матери земли ей. Наш брак был ещё до Вихита на Еф. Да, это мы теперь знаем. Но вот интересно, как наши предки смогли описать. Мы посещали тогда множество областей земли и не только Греции. Мы были, например, в той области, которую вы называете Тибетом, например, Горой Кайлас. Мы были также на многих базах и в европейской части, в европейской части, как Евразии, вот где вот Евразия, европейской части. и мы даже были на Северном поле, то есть мы достаточно много путешествовали и смотрели, так сказать, прекрасные виды вашей планеты. Также мы вели множество как видео, как съёмок, вот как она мне показывает как шар, который отпускаешь из рук, и он летит, и как всё снимает. То есть какие-то как фотоэлементы фотографируют, а потом в нём есть такая как тип вязкой жидкости, которая сохраняет молекулярную структуру этих изображений. В молекулярной структуре сохраняет эти изображения. И так может быть очень большой объём информации получит. Это значит, что до сих пор на приядах или на Пекране сохранена видео информация о нашей цивилизации многие тысячи лет назад. На Пекране есть большой достаточно комплекс, который так и называется в музее Земли. И там хранятся все эти видеозаписи, там хранятся архивные данные, в том числе артефакты. И почему я об этом сейчас говорю, потому что хотя я там уже давно не воплощалась, но я знаю, что по закону они должны там храниться как вечно, но пока существует Пекран. это по закону. Все эти как исторические моменты, артефакты, в том числе как бы он сейчас показывает какие-то как статуи, камни, какие-то как короны из какого-то хрусталя. Он сейчас показывает эти вещи и также как свитки древних книг, которых не осталось на земле. Как бы какие-то копии. Это невероятно хорошие новости для нашей цивилизации просто знать о том, что вся наша история задокументирована, что есть не просто догадки, мифы или предположения наших учёных. Мы знаем, что наши историки не всегда могут воспроизвести реальные события, даже по имеющимся артефактам, потому что не умеют точно определять возраст. Мы теперь знаем, откуда такие погрешности. Надеюсь, когда наконец-то у нас будут открытые контакты, мы сможем со всеми этими материалами ознакомиться и уже не только услышать, но и увидеть нашу настоящую историю. Спасибо тебе большое. Есть такой же герой у нас, которого зовут Геракл. он как-то связан с твоим именем? Это был земной человек. Просто я хочу сейчас объяснить. Многих земных людей называли сыновьями моими, детьми или цифэсиса, соответственно, по той причине, что они были нашими духовными детьми. Вы понимаете, что такое духовное рождение? У нас есть такое понятие, как крёстный отец или крёстная мать. А духовный отец есть название? Духовный отец есть название, но это как называют священника. Или духовный сын. Да, это другое название для крёстного отца или крёстных детей, когда некровные родители и кровные дети берут духовную ответственность друг за другом. А как думаешь, откуда вообще пошёл обычай крёстных родителей? Крёстных родителей? Я думаю, что здесь могут быть разные причины. И материальные, чисто материальные соображения, когда родители таким образом хотят обеспечить выживание своих детей на случай своей смерти, потому что в древние времена смертность была очень высокая среди людей. И на тот случай, если родители покидают этот мир, у них были крёстные родители, которые обязывались во время крещения ухаживать и поддерживать своих крёстных детей. но в первую очередь в понятиях церкви духовные отец и мать или крёстные отец и мать должны помочь ребёнку вырасти истинным христианином, получить знания духовные, поддерживать их, помогать им. Да, она мне сейчас говорит, что этот обычай пришёл в христианство не из пустоты, не из пустого места. Всё дело в том, что в разные времена существуют так называемые, может быть, я слышала тайные общества. Они передают свои знания ученикам и существуют тайно, но как бы от господствующей религии, например, или тех властных структур, которые есть в этом государстве. У них обычно есть, да, были, да, определённые как знаки, например, нанесённые в виде татуировки, либо определённые, она сейчас показывает, как артефакты, типа колец, которые, да, либо определённые знаки руками, которые они показывают друг другу, находясь в обществе людей, они показывают друг другу себя. Так вот, цель этих тайных обществ — это как раз передача духовных знаний, ну вот как бы уже не письменно, потому что письменно может исказиться, либо потеряться, а вот как из уст в уста. Считалось многим людьми, что это более надёжная передача, и, соответственно, вот этот вот обряд, где, ну, вот это крещение, где именно необходимы крёстные, он идёт ещё из тех древних времён, когда был Единый континент, он так прошёл через многие тайные общества, и последнее тайное общество было, которое передало христианство, это Иссея. И, соответственно, изначально его смысл был в том, что у каждого ребёнка был, у каждого земного ребёнка по обычаям Земли, да, по обычаям, например, ну, того же города Атлантиды возьмём, да, пусть будет так, того же города Атлантиды, соответственно, у каждого земного ребёнка были не только видимые отец и мать, а были ещё ангельские отец и мать. То есть это те кураторы, обычно отцом, да, образом отца выступал ангел-консультант, а образом матери ангел-хранитель, который вместе с проводником помогал рождаться. И вот эти вот небесные родители, это как кураторы, с ними ребёнка учили общаться. Уже буквально с двух-трёх лет, когда он только начинал разговаривать, ему объясняли, как обращаться к этим небесным родителям и как прислушиваться и присматриваться к их ответам внутри своей головы. Что скажешь? Очень интересная информация, на самом деле очень глубокий смысл, которого мы даже не знали. Видишь, мы всё перенесли на материальный уровень, на понятный физический уровень. Постепенно с утраты этих знаний большинством родителей, которые не состояли в этих тайных обществах и перестали по разным причинам передавать в своих родовых игроках эту информацию. и постепенно начало соответствующим образом расти поколение детей, которым не передавали информацию о небесных родителях. А в момент возникновения христианства уже это закрепилось на эгрегориальном уровне, то есть просто родители были мама и папа земные. И было решено, так как уже дети дать, ну отец души детей, которые воплощались уже в это время, они не были еще вибрационно готовы к получению такой информации, потому что она прерывалась, как бы вот в роду прерывалась. И поэтому было решено заменить, ну вот как бы возродить эту веру, возродить эту практику, но только уже в виде видимых так называемых крестных родителей, то есть которые воспринимают прикрещение. И эти родители они должны были быть по учению христианства, изначальному учению христианства, они должны были быть в контакте с ангелами ребёнка. И потому что они как осознанные и больше получают информацию из тонкого мира, как из духовного мира, в любом случае для вас это тонкий мир. Соответственно эту информацию передавали ребёнку в понятной для него форме, и чтобы ещё о нём заботились вместе с земными родителями, то есть чтобы их руки были руками их ангел, чтобы их глаза были глазами их ангел. и так далее. Спасибо тебе, очень интересная, очень важная информация. Теперь мы поняли изначальное значение трёх родителей. И как ты может быть уже знаешь в нашем проекте нашей целью является духовное развитие, связь со своей невоплощённой частью. связь со своими ангелами, хранителями, с наставниками. И это будет очень хорошим и важным дополнением в нашем понимании и в том, к чему мы можем стремиться. Дорогая Гера, в заключении нашего разговора я хочу попросить тебя передать какое-то может быть пожелание, наставление, информацию, для твоей воплощённой части, что ты посчитаешь нужным, потому что мы с ней знакомы. Дорогая моя божественная часть, я сейчас для неё передаю, дорогая моя божественная часть, дорогой лучик моего внутреннего солнца, который я излучила в этот прекрасный земной мир. я прошу тебя быть всегда светом и помнить о нашей с тобой связи. Мы с тобой единое целое. Ты во мне, а я в тебе. Мы вместе прошли множество воплощений в разных мирах. Я рассказала только о самых важных и значимых. А наше временное разделение материи не может быть полным, потому что мы с тобой всегда связаны через духовный канал, который никто не может перекрыть, кроме тебя, если ты сделаешь такой выбор. Я знаю горение твоего сердца, я знаю остроту твоего ума, и я знаю все сложности, которые тебе приходится преодолевать в твоём пути. Я знаю твою любовь к Богу и ко мне, и к себе. И я желаю, чтобы эта любовь всё больше и больше увеличивалась в тебе, пока мы не сольёмся с тобой в объятиях светоносной любви. Благодарю. Прекрасное послание, прекрасные пожелания. Ну и очень бы хотелось услышать твои пожелания для нас всех, для нашего проекта или даже для всех землян, землян. что ты для нас очень важный человек, важный инопланетянин, который внёс огромный вклад в наше развитие. она говорит, я обращаюсь ко всем землянам, вы для меня все являетесь братьями и сёстрами, с вами пришли из одного духовного мира, но я хочу вам сказать, что вы сейчас живёте на действительно прекрасной планете, и несмотря на то, что ваша планета сейчас проходит непростой период страданий и испытаний, он очень нужен. Он очень нужен вашей цивилизации для того, чтобы будущие поколения осознали ценность жизни, для того, чтобы осознали ценность тех божественных заповедей, которые в настоящее время у многих людей пилятся на книжных полках. Вот когда все люди возьмут с книжных полок божественные книги, божественные учения и начнут разбирать их не с критикой ума, а с полным доверием и открытым сердцем, тогда в вашем мире много что начнет меняться. Но изменения всегда начинаются с ваших сердец, вас самих. Как вы поймёте, что вы приблизились к свету, что вы повысили свои вибрации? Вы можете понять это по изменившимся взглядам ваших близких, которые больше вам доверяют, чем это было раньше. Вы можете это заметить по вашим желаниям и стремлениям помочь нуждающимся, поддержать падающего. И вы можете это заметить по растущему чувству любви даже к тем, кого раньше хотел сосудить. помните, что критика как средство помощи людям отличается от осуждения как средство возвышения себя, как солнечный свет отличается от лунного. Итак, дорогие друзья, сейчас на вашей планете происходят многие агрессивные действия, множество агрессивных действий, но я желаю, чтобы каждая капля крови, пролитая землянином, зашла прекрасным цветком любви и понимания в будущих поколениях. посылаю вам свет своей любви. Я благодарю тебя за эти прекрасные слова, за эти прекрасные пожелания и образы. Они действительно проникают в самое сердце, и мы чувствуем, какой великий дух сейчас с нами на связи, и сколько в тебе мудрости, сколько в тебе любви, сколько в тебе терпения и понимания и действительно безусловной божественной любви. Спасибо тебе огромное за эту встречу, за твои очень интересные ответы. Я благодарю Ирочку за передачу этой информации. Очень точно, очень понятно. Просто каждый раз с большим удовольствием провожу с тобой встречи и очень рада нашим новым встречам, новым интересным гостям на наших конференциях. До новых встреч, друзья! Благодарю всех, благодарю Геры, благодарю Машу, Машу, прекрасную вопросу, Геру, на прекрасные ответы, благодарю также её воплощённую часть за разрешение и за всю помощь, которую этот человек оказывает и нашему проекту, и мне лично. И благодарю всех вас, дорогие друзья, и посылаю вам свет своей любви. До новых встреч! Субтитры